Друзья, добрый день! Я Андрей Артемов. Сегодня у нас на обзоре Jilly Colorade. Давайте рассмотрим этого красавчика поподробнее. Машина смотрится достаточно неплохо. Я бы не сказал, что она какая-то большая, чуть менее среднего в своем классе, а высокая. Начнем с багажника. Камера, кстати, достаточно высоко, не так она сильно опачкается. Вот я проехал более 40 километров. Обратите внимание, как ее протер, так она и осталась. Это плюс. Ну, багажник такой, слушайте, небольшой. Есть вот такое подполье для инструмента. Внизу, наверное, запаска. Здесь какие-то кармашки, подсветка для пристегивания, соответственно, сидений детских. Ну, в принципе, все. Закрываем вот тут. Задние парктроники дополнительно. Выхлоп красиво смотрится. Такие две сдвоенные трубы с каждой стороны. Это когда задним ходом сдаешь. Или аварийка, наверное, мигает. Уже зимняя резина. Ну, в принципе, все достаточно так неплохо. Телевизор большой. Повторители поворотов. Ну, здесь только что люка нет. Перед смотрится достаточно такой красиво. Воздухозаборники такие отсекатели. Ну, то есть, знаете, как спортивный автомобиль. А там внизу, внутри всего лишь полтора литра. Но едет очень-очень круто. Открываем водительскую дверь. Значит, у нас здесь обычная обивка сидений. Подъем по высоте. Регулировка спинки. И вот это вперед-назад. У нас есть, соответственно, регулировка зеркал. Стандартно с подогревом. Открытие и закрытие вручную. Также закрывается автоматически. Все настраивается. Ну, и плюс автостекла везде. Давайте смотреть внимательно салон. Руль вот такой скошенный. Достаточно приятно. Не будет задевать ноги для людей, у которых, не знаю, высокие коленки. Курсовая устойчивость. Регулировка света. Да, вот она, регулировка света. Соответственно, панель у нас здесь обычная. То есть, это не из дорогих комплектаций. Садимся в автомобиль. Очень. Слушайте звук, как закрываются двери. Очень приятно закрываются двери. Запускается автомобиль с кнопки. Вот она. Слушайте, ну все красиво. Показывает обороты. Показывает, что вот я здесь не пристегнута сиденье. Такие же датчики есть и сзади. Соответственно, мне понравился селектор переключения передач. Вот здесь кнопочка. Очень удобно. Раз. Ты драйв. Раз. Включаешь. У тебя, соответственно, задняя передача. Обратите внимание, он на собаку у меня бегает. Ну, качество камеры такое посредственно. Вот собаку, вот я вот знаю только по одежке, а так ее не узнать. У нас поворачиваются вот линии все. То есть, вот это нормально сделано. А не, как знаете, линия прямо, а поворачиваются что-то синенькое, как у некоторых было. Вот он показывает, что камера здесь. В хороших комплектациях я понимаю, что есть круговая. Камера на 360 градусов, но здесь ее нет. Нажимаем П. И у нас машина, соответственно, на паркинге. Можно убрать ногу с педали. Есть автоматический доводчик задних колодок для того, чтобы такой стояночный тормоз. А пристегнуть ремни безопасности, закройте двери. Двери закрыты. Значит, что у нас здесь? Свет автоматического, к сожалению, нет. Мультируль, достаточно все удобно. Магнитола. Классная магнитола. Очень отзывчивая. То есть, что-то мы хотим сделать. Можно сделать пальцем. Можно сделать при помощи кнопочек. Подогрев форсунок. Шикарная штука. Плюс. Сейчас сюда выйдем. А, это включение-включение. Понятно. Сюда, если нажать, у нас есть подогрев сидений. Передних, соответственно, задних. Нормально работает дисплей. Не как у некоторых автомобилей, которые у меня, соответственно, которые я обозревал. Ну что, давайте прокатимся. Посмотрим, как ведет себя эта машина. Мы с вами едем в Джилле. В Кулрэй. Здесь всего лишь полтора литра, друзья, и 176 лошадиных сил. Шикарно работает коробка. Шикарно. Машина очень резво реагирует на педаль газа. Только немножко нажимаешь, она сразу ускоряется. При этом это будет либо 60 км в час, либо 80, либо 100. Сразу чувствуется ускорение. Молодцы, китайцы. То есть, круиз-контроль. Нормальные кнопки, удобно. Все, знаете, вот так понимаешь. Пару раз нажал, уже понимаешь, где, соответственно, чего находится. Большой дисплей. Но тут, на самом деле, все очень простенько. Музыка, телефон. Можно подключить телефон по шнуру, чтобы с него вся информация через вот это приложение передавалась. Слушайте, какой звук. Приятный звук указателя поворота. Приятный дисплей. Хороший отклик дисплея на палец. То есть, знаете, взяли такой среднего уровня с хорошим экраном планшет и им пользуетесь. То есть, нет никаких потормаживаний, как, к примеру, было в китайском «Московиче». И, соответственно, машина очень приятная. Всего лишь полтора литра. Но такой отклик на педали газа это радует. Хорошее управление. Мне нравится, что здесь руль немножечко скошенный. Сидеть удобно, жестковатое сиденье. То есть, вот мне нравится. Я настроил, все очень круто. Ничего тебе не давит, как в «Эксиде», к примеру. Кондиционер. Здесь, друзья, есть подогрев сидений. В отличие... Вот, обратите внимание. В отличие от нашего «Московича». То есть, это, скорее всего, какая-то одна из минимальных комплектаций. Потому что не цифровая приборка. Но зато здесь достаточно много всего, что тебе хватит. Единственное, я страдаю, что нет датчика дождя. Поэтому, соответственно, приходится работать в ручную. Омыватель лобового стекла. Но мне бы хотелось, чтобы он чуть больше воды доверх закидывал. Потому что он, примерно, чуть ниже середины закидывает. Может быть, это его такая настройка. Здесь у нас моя собака. Легла в своем любимом месте. Обратите внимание, что у нас все четыре стеклоподъемника. У нас есть кнопка вот эта, чтобы сзади не могли открывать. Также на скорости, соответственно, автомобиль автоматически запирает двери. Ну, вот, очень приятно, знаете, ничего такого лишнего. А смотришь на торпеду, такое ощущение, что вот это реально кожа. Но вот это такой, знаете, как прорезиненный, что ли, пластик, можно назвать. Здесь смотришь, такое ощущение, что типа эко-кожа. Ну, на самом деле, это пластик. Он такой, знаете, достаточно приятный на ощупь. Смотрится красиво, сделан под кожу. Нет никакого звука барабана. Нормально все. Музыка. Если мы с вами включим радио... Вот так, радио, включайся. Да, понятно, нет низов. Да, понятно, что нет басов. Но, в принципе, для меня нормально. То есть намного лучше, чем в других автомобилях, в каршеринге, в которых ездил я. Роботизированная коробка передач. Она на 7 передач. Едет четко. Вопросов никакой к ней нет. Есть, соответственно, у нас автоматически, когда останавливаешься, работают электрические тормоза. Подстаканники. Подлокотник очень удобный. И когда едешь, например, с одной рукой, то вот здесь локоть лежит на этой такой, скажем, подушке. Она мягкая здесь, как кожа. То есть приятно. В машине хорошая достаточно шумоизоляция. Вот жалко, что тут не было дождя для того, чтобы проверить, слышен ли звук капель с крыши. Но, в принципе, вот пока ехал по разным дорогам, мне вот машина по шумоизоляции нравится. И не было в ямках на неровностях дорогах пробития подвески, как было, например, в Эксиде. А очень четко слушается руля. Очень приятная рулежка. Знаете, чем-то мне напомнило даже немножечко по управлению Мерседес. Такой, знаете, как будто практически едешь по рельсам. То есть очень приятно. Но из-за того, что здесь такая база, специфическая, в колее ты не прыгаешь. Но ее немножечко периодически вводят в глубокое колее. Поэтому приходится держать, соответственно, руль. Но это из моих наблюдений. Так, что у нас здесь еще? По настройкам. Здесь тоже минимальные настройки. Потому что, скорее всего, минимальная комплектация. Здесь настройка фар, комфорт, тип предупреждений. Можно подключить, соответственно, по блютузу телефон. Настройки дисплей. Яркость там больше-меньше. Основная тема. Можно выбрать взаимосвязь, режимы вождения и темы приборной панели. Кнопочка есть назад. Мне нужно постоянно выходить в основное меню, как это было в нашем Москвиче. Что я просто считаю дебилизмом в высшей степени. Соответственно, настройки различные. Звука есть. И система. В системе обустройстве объем памяти. Здесь внутренняя своя память. Я понимаю, что... Сколько у нас тут памяти? 25 гигабайт получается. Круто. Соответственно, сюда можно закачать музыку, фильмы. И просто смотреть с этого дисплея. Очень удобно, что можно все, соответственно, управлять полностью на руле. Можно управлять, прикасаясь к дисплею. Реакция очень хорошая. Мне нравится. Плюс здесь можно еще кнопочки дополнительной громкости. Это красивенько сделано. Аварийная сигнализация. Такая нестандартная кнопка, не треугольник, как это часто делают. Она такая вот под углом. Но чем-то, знаете, напоминает Мазду. Вот это мне чем-то напоминает Мазду шестерку. Есть у нас режим, есть ЭКО, есть спорт режим. И для подъема в гору. Соответственно, компетентация минимальная. Еще трех кнопочек не хватает. Сам салон здесь такая тряпка. Тряпка достаточно неплохая. Подсветка светодиодная, такая, знаете, точечная. Тут кто-то вырвал уже кнопку. Зеркало здесь. Соответственно, здесь зеркало есть. Такое ощущение, что, знаете, там есть только железо. И вот эта обшивка, и больше ничего. Друзья, мне здесь понравилось, знаете, что есть такой запас мощности. То есть ты выезжаешь с отворотки на кольцевую, где разрешенная скорость 110. Если только нажимаешь газ, машина сразу подхватывает и начинает лететь. Вот это, конечно, большой плюс. То есть с этим автомобилем, знаете, вот я не чувствую себя обделенным. И я спокойно могу идти на обгон и, знаете, не думать о том, что машина просто не сможет обогнать. К примеру, в том же Эксиде, в том же Москвиче. Москвичек было, конечно, пободрее, но как-то все равно. Кстати, в Москвиче, да, было нормально. Извиняйте, в Москвиче нормально было. А вот Эксид, конечно, просто тупая машина. Очень не понравился. Ну, еще, естественно, есть такой Рено Куга. Я вообще, честно, не понимаю, кто их покупает за свои деньги. Потому что если каршеринги проехать, там все понятно об автомобиле. Я бы себе точно не купил. Вот этот автомобиль я бы себе купил. Очень приятно. Много места. Небольшой багажник. Ну, не знаю, что еще. Посадка хорошая, удобная посадка. Попу ничего не жмет. Это тоже, я считаю, большой плюс. Потому что в Эксиде, к примеру, мне жало. И мне это вызывало некомфорт. То есть, если поедешь час, два, три, четыре, то уже, ну, блин. Знаете, неприятно, когда ты едешь, а у тебя там что-то сжимает. Ну, как-то так себе. Нормальный, кстати, вот здесь обзор. С Эксидом у меня, например, были проблемы, что мне было тяжело там сориентироваться. Я там, знаете, как поднимал голову, смотрел, где там, чего, что. То здесь я вот нормально чувствую. Сел и, знаете, с первого раза чувствовал габариты. Здесь нормальное зеркало, чтобы посмотреть, соответственно, назад. То есть, я нормально вижу. Они, как, знаете, бывает так приближают, что вообще встаешь в десяти метрах от препятствия. И думаешь, ну, нифига ты такой лох припарковался. Звук, конечно, здесь хотелось бы, чтобы получше было звучание с колонок. Но, в принципе, даже штатные магнитолы здесь вполне приятно. А вот сейчас, друзья, едем в пробке. И здесь прикольно, что у автомобиля есть ползучий режим. То есть, ты отпускаешь педаль газа, а она потихоньку-потихоньку в пробочке, в потоке едет. Это я тоже считаю достаточно приятно. Плюс, мне понравилось, что быстро нагревается двигатель и начинает отдавать тепло для нашего климата. Это очень важно. И плюс здесь в настройках системы можно включить обогрев жаклеров форсунок. Это, я считаю, тоже очень круто, что не надо думать о том, что может супер наша омывающая жидкость замерзнуть. И ты останешься, соответственно, без чистого ветрового стекла. Вот, смотрите, друзья, едем на мост. Чуть газку подаю, и сразу же начинает подниматься скорость. Сразу же, просто моментом идет подрыв. Очень четко работает переключение передач. Очень приятно, ты практически их не чувствуешь. Подвеска, кстати, автомобиля, знаете, она не сильно такая жесткая, не сильно мягкая. Такая средняя. И достаточно приятная в управлении, как я уже говорил ранее, чем-то напоминает управление от Мерседеса. Из всех тех, что я пока ездил в прокатных автомобилях, это, пожалуй, самое интересное в управлении, хороший в шумоизоляции и очень прекрасный в динамике разгона. Друзья, обязательно поставьте лайк, не ставьте дизлайк, подпишитесь на канал и поделитесь ссылкой со своими друзьями, особенно если кто-то выбирает себе автомобиль. Пока.